Меняемся местами. Сегодня по всей стране родители выпускников школ проверяли свои знания по русскому языку. Чебоксары не стали исключением. Как прошел взрослый единый госэкзамен, узнавала наша съемочная группа. Вместо рабочих вопросов вопросы учебные. Где ставить запятые в сложносочиненных предложениях и что такое паронимы? Школьный курс русского языка родители, конечно же, изучали. Правда, больше 20 лет назад. Поэтому готовился кто как мог. Не спать ночью, это же все равно напряжение на нервную систему. Поэтому спал я сегодня нормально. А вчера немножечко я пробежался по билетам, посмотрел. Сегодня с утра тоже посмотрел. У Александра Филиппова дочка Даша в этом году заканчивает школу. Так что тема ЕГЭ не сходит с повестки дня семейных советов. Родители в первую очередь заботятся о здоровье и душевном комфорте выпускницы. Вот и на ЕГЭ папа отправился, чтобы на себя проверить, насколько сложен процесс с психологической точки зрения. Требования к родителям ничуть не меньше, чем к выпускникам. С собой можно взять только паспорт. Пройти через металлодетектор – обязательное условие. Заприхожу на крейс. Да, так что пройти на экзамен с телефона не удастся. Бутылка воды, шоколадка, черновик и гелевая ручка. Стандартный набор для сдачи экзамена. За партой по одному. Контрольно-измерительные материалы КИМы печатаются прямо в аудитории. Взрослым пошли на уступки. Заданий всего 14, плюс небольшое сочинение. Правда, и время подсократили. Из трех часов оставили 40 минут. Не забывайте переносить ответы кишки и мухов в бланки. Ответы. Желаем. Проверить свой великий и могучий собрались около 30 родителей. Вместе с ними и те, кто отвечает за проведение госэкзамена. Я вот по терминам, конечно, просто сейчас уже не помню. И поэтому по терминам какие-то, что такое эпитет, что такое действительно антоним. Ну, антоним понятно еще, это я помню. Вот это, конечно, самое сложное было. Я уже 6 лет провожу единый государственный экзамен. Во всех ипостасях был и руководителем пункта, и членом государственной комиссии. Поэтому для меня это ничего нового. Развеять мифы, страхи и ответить на типичные вопросы – в этом должна помочь Всероссийская акция. В этом году родители сдавали ЕГЭ более чем в 50 регионах страны. И если все останутся довольны, мероприятие станет традиционным. Татьяна Леонтьева, Россий Мухаммедов, Республика.